И на нашей улице будет спортивный праздник. За последнее время мода на здоровый образ жизни набрала колоссальные обороты. Столичные парки полны любителей спорта всех возрастов. А по всему городу ставят целые залы для самостоятельных занятий. Мышцы рук, мышцы ног, мышцы пресса, мышцы спины. Даже можно шею, если вы будете подтягиваться и при этом массировать, крутить головой, будет работать шея. То есть все зависит от направления тренажера. Причем это не только стандартные брусья и перекладины, а настоящие спортивные комплексы из уличных тренажеров. На площадках стрит-воркаут на данный момент есть совершенно все снаряды, именно предназначенные и нужные для полной базовой подготовки, то есть всего корпуса, всего организма человека. Но действительно ли такие тренировки полезны и эффективны для среднестатистического жителя мегаполиса? Здравствуйте! В эфире программа «Осторожно импорт» и в ближайшие 10 минут мы расскажем, какие тренажеры профессионалы категорически не приветствуют на улицах города, чем могут быть опасны некачественные металлические конструкции и почему для их установки в мегаполисах стали прибегать к услугам отечественных производителей. Уличные тренажеры, я считаю, что это отличный способ держать себя в форме 24 часа 7 дней в неделю, потому что, во-первых, это бесплатно, во-вторых, это недалеко от нашего дома, буквально в двух шагах. Мы сюда приходим, пока ребенок спит, я занимаюсь. Мысль, конечно, очень верная, но есть у этой идеи и ряд проблемных моментов. Причем дело не только в переменчивом резкоконтинентальном климате. Но дождь, снег и прочий холод мешают использовать уличные спортивные тренажеры, если производители и установщики не побеспокоились о посетителях такого уличного зала. Навес тренажеров предусматривается, если это необходимо заказчику. Если он предусмотрел возможность доступа к этим тренажерам и зимой в том числе, просто многие закрывают доступ. Если он предусмотрел, то мы, соответственно, делаем навес, чтобы зимой можно было на них заниматься. То есть на погоду это не влияет, они морозостойкие, и там используют тот материал, который держит наши холода в Казахстане до минус 40. К сожалению, уличные тренажеры не всегда отвечают базовым стандартам безопасности и качества. А это значит, что такие занятия не только принесут никакой пользы, но и могут причинить существенный вред. И первый факт в том, что не каждый новоявленный уличный спортсмен знает правила использования таких тренажеров. Поэтому, запинаясь на них вместо пользы для здоровья, рискует получить травму. Базу уличных тренажеров столицы лично проверяют спортсмены высших разрядов. Данные площадки были проверены не раз как профессиональными атлетами, так и тренерами международного класса. Потому что, как только в Казахстане началось развитие стритворкаут, в 2013 году Казахстан провел первый в мире чемпионат мира на олимпийском уровне. И сюда, в Астану, было приглашено 75 стран мира. И по сей день, спустя столько времени, до сих пор все говорят, что данный чемпионат прошел в самый лучший из всех стран. То есть, такого чемпионата еще не было. И, соответственно, они пробовали наши площадки, то есть, проверяли их на качество, на безопасность, как и в зале, как и на улицах. То есть, все единогласно сказали, что действительно в Казахстане как и встречают хорошо, как дома, так и спортсмены хорошо подготовлены, и качественные площадки, то есть, установлены. Часть тренажеров в этом году была закуплена для Алматинского района столичными властями в Чебоксарах. Ценовое предложение производителей соседней страны оказалось наиболее выгодным. Эти тренажеры должны отслужить астанчанам и гостям столицы не менее трех лет. Так обещают поставщики. В нашей стране тоже есть заводы по выпуску спортивного оборудования. В Караганде и Алматы, которые своим спортивным ассортиментом радуют не только казахстанцев. Пользуются спросом нашей продукции не только в Казахстане, но и в России, потому что уже много продукции мы отправили в Россию. В частности, это Новосибирск, это Крым. Вот Севастополь сейчас. Поэтому, я думаю, наша продукция, если бы она была низкого качества, она не пользовалась спросом. Три года для уличных тренажеров – совсем немалый срок. Его должны обеспечивать качественные материалы, антикоррозийное покрытие, антивандальное оснащение и таблички с инструкцией по использованию. Травма опасный, конечно. То есть, возьмем тех людей, которые никогда не занимались спортом. То есть, они не имеют понятия, то есть, вообще, исправен он или нет. То есть, они могут подойти, делать это упражнение, то есть, два-три раза сделать, он может где-то сорваться, то есть, получить травму, там, даже вплоть до перелома. Поэтому это очень опасно. И, в первую очередь, это нужно смотреть за тренажерами. То есть, время от времени проверять их техническое состояние. В первую очередь, это, конечно, качество производителя. То есть, на сегодняшний день очень много разных рынков, как и тренажеров, и других отраслей и направлений. Поэтому это выбирать нужно, качественные тренажеры. Качество уличных тренажеров обязательно подтверждается специальными документами. В вопросе безопасности, а интерес такие конструкции вызывают в первую очередь детей, городоначальники ориентируются на сертификаты соответствия. Проверка обычно затрагивает даже производственные площадки. Использование некачественного сырья, в частности, хрупкого или вторичного металла, может привести к нежелательным последствиям. В 2016 году мы прошли сертификацию на соответствие ГОСТу по оборудованию детских игровых площадок. Поэтому все нормы СНИПы предусматриваются при производстве. Что касается нас лично, как турник ИЗ, мы стремимся к идеалу. Если изготавливаем любую оборудованию, хоть для дома, хоть для улиц, пусть она будет вандалостойкой, пусть она будет для личного использования. Все-таки используем качественную сталь, во-первых, собираем его аргонной сваркой. Толщина металла, конечно, тоже влияет на долговечность данного тренажера в использовании. Сверху покрываем резиновой краской, которая также, как раз, стойкая, и амортизирует удары ногами, руками, ну и стирание. Гарантия на алматинские тренажеры при статической нагрузке в 120 килограммов производитель дает на два года. Динамическая нагрузка, которую выдерживают снаряды, 350 килограммов. При этом каждый тренажер изготавливается под заказ. Дело не в ожидании клиента, просто такая технология. Изучить не только параметры заказа по весовым категориям, группам мышц, погодным условиям. Учитываются даже особенности грунта и проходимость спортивной площадки. Если это уличное оборудование, то мы смотрим на грунт, да, какой это грунт. Если он мягкий, то нужно рыть хотя бы метр в глубину. Если он классический, да, что там присутствуют и твердые породы, то 600 миллиметров в глубину мы по госстандарту вот так вот капываемся и заливаемся бетоном. Уличные тренажеры отвечают стандартам качества, вот, ну, как бы они приравниваются к ГОСТу по оборудованию для детских игровых площадок. Там же наши, как говорится, и турнички, и рукоходы, и любые тренажеры. Вот. Если в рамках этого ГОСТа все сделать, все будет стоять очень долго. Во-первых, нужно посмотреть внешне на сырье, да, из которого сделано это оборудование. Если это стальная конструкция, то, ну, по ней видно, что она массивная. То есть она имеет ровное основание, допустим, если квадратную трубу брать, либо прямоугольную, чем толще у нее стенка, там, от трех и выше, да, миллиметров, тем скругленнее у нее углы. Если у прямоугольной трубы углы более прямоугольные такие, резкий угол, да, ближе к 90 градусов, там, с наименьшим радиусом, то, соответственно, этот металл очень тонкий. Вот. Так можно определить, из какого металла сделано оборудование. Фитнес без абонемента. В этом деле простому обывателю разобраться на первый взгляд сложно, но устанавливать в городах муниципальные спортплощадки без всяких необходимых проверок не будет никто. Поэтому, не забывая об элементарных правилах безопасности, попробовать стоит. Это тренажеры хорошие как для пенсионеров, как и для жителей, но мое мнение, что этим тренажерам нужно делать обязательно ограждения, так как они установлены в парках, во дворах, то есть там, где очень много детей. Так как это движущие такие тренажеры, то есть технически они полностью работают, прорабатываются, это, в первую очередь, травмоопасно для детей. Поэтому они могут там где-то нагазаться или защемить руки. И еще один момент. На таких тренажерах главное не переусердствовать, ведь траектория движения и длина рычагов универсальна и подходит не всем. Высота сидений в них тоже редко регулируется. При использовании большого рабочего веса тренировка с таким оборудованием грозит походом в кабинет травматолога. Просто знайте. Большинство тренажеров остаются на площадках уже просто по сложившейся традиции, в то время как современная наука о тренинге давно отказалась от многих из них, работая в первую очередь собственным весом, развивая все группы мышц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова